Оль, вот как в старину, как ты думаешь, где можно было познакомиться, купить разного товара, спеть песню, повеселиться? Ну, конечно же, на самом веселом событии, на ярмарке. А как ты думаешь, сейчас ярмарка имеет место быть в нашем регионе? Конечно. Знаешь, я бы с удовольствием отправилась на ярмарку, но, к сожалению, туда уже отправилась Диляра. Давай посмотрим, что же она там делала. Самое доброе утро. Друзья, мы привыкли к торговым центрам, в которых есть все. От огурцов до модных сапог. Раньше такого не было, зато устраивались веселые ярмарки. Хотите там побывать? Добро пожаловать на фестиваль музыки и ремесел «Живая старина». Смех детворы у театра «Петрушки», переливчатый звон колоколов, игры потешки, необыкновенные музыкальные инструменты, торговые ряды со всякой сячиной. Залихватская ярмарка сразу вовлекает тебя в веселый водоворот и кружит, кружит. Невозможно остановиться. Ну что, это точно будет покруче всякой дискотеке, мне кажется, да? Потанцевав, отправляюсь дальше и натыкаюсь на группу галдящей ребятни. А здесь у нас проходит народная забава. Ребята играют вовсю, тянут канат, я тоже думаю, сейчас к ним присоединись. Игра на внимание. При слове «вода» мы прыгаем за веревочку, при слове «берег» назад. Все просто. Детворе нравится. Молодцы! Ну, в общем, вот такие вот веселые игрища. Попрыгали, посмотрели там, кто самый внимательный. И сейчас пойдем дальше гулять по ярмарке. Наигравшись, можно зайти в прохладные палаты Ростовского Кремля и устроить настоящий показ мод. Благо, костюмов хоть отбавляй. Вашему вниманию представляется лук первый – бояриня. Алый цвет – тренд сезона. Игривые бусины. Голову украшает кокетливый кокошник. Лук второй – царица. Спокойная благородная гамма гармонично сочетается с драгоценными камнями. И перед царем предстать не стыдно. Лук номер три – царевна. Молодежный наряд ярко-фиолетового цвета – укороченная версия. Меховая оторочка. Прямиком на бал. Бояриня и царевна – это все, конечно, хорошо. Но вот диляры быть как-то все равно привычнее. Что дальше? Освоим новую профессию – ткачиха. Половичок, ткачих, сложно. Сложное дело заправить станок и сделать основу. Ага, то есть самое сложное вы уже проделали, а сейчас остается… Сейчас как бы тоже ответственный момент. И когда получается, и получаешь из этого удовольствие, то душа радуется. Здорово, а меня научите? Обязательно, садитесь, попробуйте. Давайте. И правда ничего сложного. Ставим ногу на педаль, продеваем челнок с тканью между нитками, прижимаем как следует и меняем ногу. Немного усердия, сказки станок и у вас будет половичок. Работа очень трудоемкая и хоть сейчас есть в фабрике, но вот такой половичок, наверное, от души. А еще на ярмарке можно стать настоящим лучником и даже потанцевать с обаятельным медведем. Удивительно, за один час ты можешь стать и кузнецом, и ткачихой пообщаться с медведем и увидеть вообще много-много разного интересного. Друзья, всем советую приехать там добрым утром. Путешествуйте, смотрите, ищите и обязательно найдете то, что интересно именно вам. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!